Мир вам, дорогие братья и сестры! Хочется поздравить с наступающим праздником Рождества и передать приветствие и поздравления, в первую очередь, от нашего региона, в частности, от нашей Липецкой Церкви, где я являюсь служителем, а также от служения «От сердца к сердцу», которое на территории стран бывшего Советского Союза занимается евангелизационной деятельностью, благовестической деятельностью, также передать вот такие сердечные поздравления с этим чудесным праздником Христового Рождества. Еще в двух словах хочется сказать об отдельных таких регионах, это такие места, как Афганистан, Иран. Мы уже там начали определенное служение, и с тех мест также передаю вам сердечный привет от людей, которые знают Иисуса, которые Ему служат и, знаете, находятся в непростых обстоятельствах. Прошу молитесь, особенно вот о нашей миссии, о служении «От сердца к сердцу», которая занимается вот такой деятельностью, благовестнической деятельностью в этих регионах. Слава Богу, друзья! Я хотел бы поделиться сегодня словом, и слово, которое я сегодня хочу говорить, это, может быть, не такая совсем популярная тема о грехе, но очень напрямую связано с сегодняшними событиями, которые мы празднуем. Итак, первое, я хотел бы открыть место из Священного Писания, это первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. Апостол Петр здесь говорит очень интересные вещи. Только вслушайтесь, он говорит следующее. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Апостол Петр, понимая опасность и серьезность происходящего в христианской жизни, в жизни христианина, он предупреждает, что у нас есть противник, и он ходит, как рыкающий лев. И вообще-то лев – это очень хищное такое животное, которое не имеет никакой пощады, не имеет никакой жалости к своей жертве. Однажды я видел, как охотится лев, и это было удивительно, это такое грациозное, с одной стороны, животное, но очень страшное по своим таким вот сильным качествам. Знаете, он прятался где-то в траве, его жертва не замечала до последнего, и этот беззащитный, скажем так, объект, его внимание, настолько был безалаберен, что он даже не оглядываясь, просто щипал травку этот олень, и хищник подкрался буквально на расстояние прыжка, и в несколько прыжков одолел свою жертву. Однажды я видел другое видео, когда львы пытались, огромный прайд львов, они пытались стадо буйволов, знаете, ввести в такое смятение, чтобы они как-то рассредоточились, чтобы найти более слабого, более уязвимого животного, но буйволы держались на удивление очень организованно. Была практически организована круговая оборона. Они встали, сильные животные встали по краям стада, более мелкие и сбились, и слабые сбились в центр. Огромные животные поставили свои рога, и эти львы с какой стороны не обходили их, они не могли их одолеть. И так удивительно, это стадо так потихонечку-потихонечку сдвигалось в безопасное место. Уже на этом этапе я могу сделать вывод, друзья, из этого текста Священного Писания. Дьявол, он пристально наблюдает за жизнью каждого из нас. Он хочет нас вовлечь в очень такой, в очень нехороший процесс, который называется грехом. Он прячется за рутиной каких-то событий, за рутиной каких-то суетных дел, и незаметно, незаметно для нас ведет свою работу. И именно поэтому нам очень важно держаться в церкви, держаться в общности христианской, для того, чтобы всем вместе, находясь в единой вере, поддерживать друг друга. И уж тем более, если ты слабый, обязательно окунись глубже в церковную жизнь, обязательно посещай все собрания, не оставляй служения, окружи себя такими духовными братьями, которые бы были для тебя поддержкой. И даже если ты сильно духовный человек, одному тебе невозможно противостоять. Ты все равно нуждаешься в церкви. Ты все равно нуждаешься в этом чудесном Божьем институте, который Бог учредил здесь на земле и назвал церковью. Именно поэтому мы сегодня все вместе здесь, для того, чтобы все вместе двигаться в одной вере, поддерживая друг друга. Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Знаете, дьявол использует одно очень мощное оружие, оно называется грех, и он пытается вовлечь в греховный процесс и христианина. И знаете, занимаясь служением, пастырским служением более, наверное, уже 12 лет, я стал обращать внимание, что во многих христианах понятие греха какое-то размытое. Иногда некоторые люди называют грехом то, что Библия не называет грехом. Однако то, что Библия явно называет грехом, практически не замечают в своей жизни. Я бы хотел привести несколько примеров. Представьте себе такую картину. Один брат посадил свою семью в машину, это где-нибудь возьмем на постсоветском пространстве, посадил в старенькие «Жигули» свою семью, поехали на собрание, выехали пораньше для того, чтобы приехать пораньше и пообщаться с братьями и сестрами. И по дороге вдруг заметили, вдоль дороги стоит огромное поле, на котором стоит свежая кукуруза. Знаете, початочки так красиво стоят в этой кукурузе, растут их так много, они свеженькие. И отец, понимая, что это поле колхозное, что через некоторое время его все перемелят на силу, скормят коровам, останавливает машину и говорит своим детям, давайте нарвем кукурузки, вечером дома сварим и будем кушать сочную кукурузку на ужин. И знаете, они останавливаются, он отдает одному ребенку сумку, другому ребенку отдает сумку. И так, знаете, они грузят, грузят, грузят все это и едут чудесно на собрание. Знаете, каким одним словом это называется? Это называется грехом, друзья. Даже если это колхозное. Может быть, на постсоветском пространстве бытовало такое мнение, что все колхозное, все мое, все общее, а значит ничье. И ничего страшного от этого поля не убудет. Но мне хочется сказать, что если ты хочешь кукурузы, свежей, на ужин, это означает, что у тебя и у меня всего лишь навсего два варианта. Либо посадить ее и вырастить на своем огороде, либо пойти в магазин и купить ее. И тогда это будет правильно. Но тогда, когда это чужое, и не важно, чье это, это называется одним словом грех. Я хотел бы дать определение. Я разделил понятие греха на четыре очень такие интересные категории. Итак, первая категория – грехи как поступок. Другими словами, есть дела, которые мы совершаем. Люди совершают. Люди, живущие на земле, совершают. И их дела можно назвать грехами. Их поступки. Такой категории относятся это воровство, это убийство, прелюбодеяние, другие грехи, которые происходят физически. Вторая категория, не менее опасная и также коварная – это грех как слово. Другими словами, люди грешат в словах, произнося неправду, произнося какое-то ложное обвинение, говоря гнилые слова. Все это Писание называет грехом. Третья категория также немаловажная и, на мой взгляд, более такая опасная, коварная – это грех как мысль. Когда человек грешит на уровне мысли. Вспомните, в Писании написано, что посмотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Это означает, что ты ничего не сделал, ты ничего плохого не сказал, всего-навсего ты подумал, и твоя мысль уже является греховной. Кто-то считает, что это Христос принес в Новом Завете, так глубоко копнул и обнажил понятие греха в человеческой культуре. Но отнюдь, друзья, даже в Ветхом Завете уже существовало понимание того, что греховные мысли пресекались с Священным Писанием. Одна из заповедей Божьих гласила, не пожелай вола ближнего, не пожелай жены ближнего, не пожелай ничего того, что ты видишь у ближнего. И есть четвертая категория, это еще глубже, я думаю, показывает нам, насколько грех коварен и опасен. Вспомните, есть место Священного Писания у Якова, где он говорит, «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Оказывается, ты ничего плохого не сделал, ты слова плохого не сказал, ты даже мысли плохой не допустил в своем сердце. Но тогда, когда Бог положил на твое сердце оказать милость или оказать добро человеку, которому ты способен это сделать, и ты удержался, твое бездействие называется одним словом – грех. Именно поэтому я считаю, что мы, как люди, знаете, совершили определенную ошибку, историческую ошибку в нашей христианской жизни. Мы разделили грехи на большие и маленькие. Мы разделили в своем понимании, что вот это является страшным грехом, а это, ну, в принципе, наверное, допустимо. Именно поэтому один берет кукурузку с чужого поля, другой позволяет себе чуть-чуть больше, третий, наоборот, больше себя хранит. И, знаете, зачастую понятие греха, оно размывается в нашем понимании. Итак, следующий пример. Один брат, опаздывая на братское служение, это было вот в пору моего служения, мы собрались с братским советом там и позвали всех братьев с церкви, и нам нужно было, чтобы как можно больше братьев пришло, потому что был такой, ну, важный вопрос. И один из братьев опаздывал. Ну, к слову сказать, он всегда опаздывал. И я набираю ему на телефон и говорю, брат, где ты? И, знаете, он мне говорит такую фразу, сейчас, сейчас вот я уже подъезжаю, я вот тут в пробке, просто тут пробка. И вот тут, я говорю, какая пробка? Я сейчас вот ехал, никаких пробок, весь город Липецк свободен. Позже выяснилось, жена его говорит, да какая пробка? Он сидел, чай допивал, и это... Ну, знаете, казалось бы, мелочь, казалось бы, ну, скажи ты, сейчас я дома уже что-то тут замешкался, выхожу. Ничего бы это не изменило, ничего бы не решило, мы все равно бы дожидались этого брата. Но Писание говорит, что всякая неправда есть грех. И одним словом, друзья, мы должны четко понимать, что есть грехи, которые совершаются, есть грехи, которые говорятся словом, есть грехи, которые на уровне мысли. Я, конечно, с одной стороны, все равно считаю, как человек, что есть грехи большие и маленькие, и тому подтверждением наше церковное служение, потому что я бы, например, не представлял такое братское заседание, где братья говорят, вы знаете, у нас вот такая ситуация сложная в церкви, сестра Клава сильно грешит, надо ее как-то, ну, может быть, помочь сестре, чтобы что-то вот поправить ее. Дело в том, что вот Бог уже второй раз ложит ей на сердце сделать доброе дело, а она не делает, знаете, давайте что-то с этим делать. Но мы же так не размышляем, мы так не думаем, потому что мы вот в своем понимании считаем, что есть какие-то большие грехи, есть какие-то маленькие, но вместе с тем, друзья, мы должны четко в себе, в своей личной жизни ясно понимать свои внутренние мотивы, свои внутренние размышления. И апостол Петр говорит очень интересную фразу, он говорит, трезвитесь и бодрствуйте. Это означает, ты должен трезво оценивать свои поступки, трезво оценивать свои слова, трезво оценивать свои мысли. Все, что происходит внутри тебя, ты должен давать трезвую оценку этому и называть вещи своими именами. Мы часто привыкли оправдываться, мы часто боимся, мы уходим от ответственности, как люди. Но вместе с тем, внутри себя признаться и сказать, что эта мысль является греховной, что вот этот поступок является неправильным. Осудить внутри себя, вот к чему призывает нас апостол Петр. Он говорит, что это очень важный процесс, чтобы мы в своей духовной жизни бодрствовали. Слава Иисусу Христу. Еще приведу один пример. В одной церкви один брат был очень, очень, знаете, суровый. Я не встречал таких братьев позже, но было удивительно, как он с нелюбовью всегда разговаривал с людьми. Знаете, всегда, когда он пытался кому-то сказать, что-то научить, обличить, может быть, это всегда происходило без любви. И итогом было всегда, что человек уходил от него раненый. Человек, знаете, получал не вдохновение, потому что ему помогли поправиться, а, знаете, он уходил со слезами на глазах, с какой-то горечью, потому что эти слова были хлесткими, потому что эти слова были, знаете, такими грубыми, порой даже оскорбительными. И сестры, зачастую, знаете, расплакавшись, уходили от него. Даже впечатлительные братья, знаете, наворачивали слезу на глазах после общения с этим братом. Однажды, набравшись, скажем так, мужества или так, ну, возможностей с несколькими братьями, мы подходим к нему и говорим ему, брат дорогой, ну послушай, но ведь можно то же самое, но сказать немножко по-другому. Ты правильно понимаешь, ты правильно мыслишь, все правильно ты говоришь, но нужно как-то более быть мягче, более быть снисходительней, как будто бы это твой собственный ребенок, как будто это твой родственник, которому ты желаешь только добра и желаешь помочь. Фраза, которую он мне сказал, она просто въелась в мое сознание, я, наверное, никогда не забуду. Знаете, что он сказал? Он говорит следующее, а я такой, любите меня таким, какой я есть, другого меня у вас не будет. И вообще он говорит такую фразу, закончил и сказал, а я вообще для них, для всех терочка, то есть они об меня трутся и становятся лучше, а если кто и обиделся, значит проблема в нем, обижаться же грех. Знаете, я перевожу на человеческий язык то, что он сказал. Если вы видите проблему, то проблема, дорогие братья, не во мне, проблема в окружающих, потому что люди неправильные, потому что люди так себя ведут. А если вы хотите поговорить о моем внутреннем состоянии, то ничего внутри себя я не собираюсь менять. Я не даю оценку своим действиям, как отрицательную. Я считаю, что я прав. И знаете, удивительно, друзья, но зачастую за всеми вот такими отговорками, за всеми такими словами лежит истина. Потому что Бог знает эту оценку, потому что Бог оценивает тебя и меня. И состояние бодрствования и трезвости в нашей духовной жизни, это означает, чтобы ты и я, мы были с Богом в очень близких отношениях, для того, чтобы наша оценка нашим словам, нашим делам, нашим мыслям соответствовала Божьей оценке. Слава Иисусу Христу. Именно к этому нас призывает апостол Петр. Он говорит, чтобы этот процесс, он всегда, всегда продолжался в нашей жизни. К слову сказать об оправданиях, мы такую способность унаследовали от Адама с Евой. Помните на вопрос «Адам, где ты?» Адам ответил, ну, я бы сказал, классическую такую фразу, которая характеризует наше с вами, я так считаю, наше с вами отношение к греху, оценку. Он сказал, «Жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел». Другими словами я переведу опять на человеческий язык. Он сказал следующее, «Господь, у меня все было хорошо, у меня все было замечательно, я не ел, где не нужно, я ел, что нужно, ходил правильно с тобой, общался, все было хорошо до той поры, пока ты мне не дал эту женщину. Видимо, что-то ты в ней сделал не так, что-то в ней вот, ну, произошло не так, потому что, может быть, ты что-то недоработал». И вот так вот, и как итог, вот события, которые совершились. Скажите, пожалуйста, вот размышляя о таком вопросе, как, например, «А могла ли бы история человечества сложиться совсем по-другому, если бы Адам на вопрос, где ты, упал бы горько и плакал бы, и просил прощения у Бога?» Могло ли что-то по-другому пройти? Просто подумайте. А теперь другой вопрос. А как вы думаете, когда Бог задавал этот вопрос, какой реакции, какого ответа Он ожидал? Что Он хотел услышать, эта дама? Оправдание или обвинение в адрес Бога? Конечно, нет. Когда ты и я, мы своих детей спрашиваем, не ты ли это сделал, эту пакость или какую-то, знаете, там, проступок, и ребенок начинает выкручиваться, выворачиваться, мы же даем оценку этим действиям. И именно такая оценка, действием Адама была в Эдемском саду. И, к сожалению, дорогие братья и сестры, мы унаследовали, унаследовали, знаете, на генетическом уровне вот эту способность к оправданию греха. И зачастую, как люди, мы оправдываем наши слова, поступки, мысли, и с этим живем. Но апостол Петр, тебя и меня призывает, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы трезвились, чтобы мы давали правильную оценку нашему духовному состоянию. Однажды я слышал свидетельство одного молодого человека. Он чудесно свидетельствовал, рассказывал о своей жизни, но заканчивая свое свидетельство, он сказал такую фразу. Он говорит, он прошел курс реабилитации в центре, и он говорит, сегодня Бог меня так освободил, Он такую свободу мне дал, что у меня уже мысли плохой о грехе нет, уже даже никакого пожелания греховного нет, уже даже на уровне мысли, я даже, знаете, мыслю, вот, ну, у меня нет желания никакого греха. Я сижу и думаю, слава Богу, как чудесно его Бог освободил. А я вот служитель, и я замечаю за собой какие-то неправильные вещи. И я, знаете, как служитель, я понимаю, что я нахожусь в борьбе. У меня есть моменты, когда я совершаю неправду. У меня есть моменты, которые внутрь, заглядывая себя, не оправдывая, а вот просто перед собой, освящаясь Словом Божьим, я понимаю, что я здесь неправ. И я думаю, как же ты счастлив. С одной стороны, ты наивен, но с другой стороны, ты счастлив, может быть, не замечая. Но пора, или жизнь христианская, дорогие братья и сестры, заключается не в том, наш духовный рост заключается не в том, что со следствием времени, мы перестаем вовсе грешить, мы перестаем вовсе мыслить так, мы перестаем быть в этой борьбе и свободны от этой борьбы и становимся, знаете, как будто где-то с краю, и это происходит уже не с нами. А наш духовный рост со временем, он отмечается тем, что глубже и глубже ты смотришь свою жизнь, все больше и больше ты обнаруживаешь, все больше и больше ты работаешь над своим характером, обличая и давая трезвую оценку своим поступкам, своим словам и своим мыслям. Слава Иисусу Христу! В одном месте священного Писания есть чудесный такой отрывок. Автор говорит, смотрел я сквозь решетку окна своего на улицу и видел юношу, спешащего там к определенному греху. И он описывает этот процесс. И знаете, в конце он сравнивает этого человека с тремя очень интересными животными, на мой взгляд. Он говорит, он как вол, идущий на убой, как птичка, летящая в селки, как олень, бегущий на стрелу, доколе стрела не поразит его печени. Я, читая этот текст, вдруг задумался, что общего между всеми этими четырьмя персонажами. Почему автор, вот так, давая оценку этому человеку, сравнивает его с этими животными. И знаете, я понял очень удивительную вещь. Вол, идущий на убой, это, знаете, животное очень большое, оно очень много весит. Если бы оно знало, чем закончится этот путь, знаете, он бы уперся всеми копытами, и никто бы его сдвинуть бы не смог с места. Он бы никогда сам не пришел к этому столбу. Он сам бы своими ногами никогда бы не пришел к этому столбу. Птичка, летящая в селки, знаете, она всегда летала этим маршрутом, она всегда летала вокруг этого дерева, ища жучков, паучков, питаясь, и все было всегда безопасно, но вдруг там оказались селки. Это такая сеть, натянутая между деревьями, и она угождает прямо туда. Летя туда, она не знала, аж какая опасность ее поджидает. Олень, идущий на выстрел, знаете, в это время у нас есть какие-то у людей райфлс, которые стреляют далеко там и точно, а раньше охотник должен был подойти на расстояние 30-40 шагов, чтобы произвести этот точный выстрел, потому что и луки были примитивные. И он, знаете, подманивал этого самца звуком другого самца. И этот олень, который слышит другого своего соперника, знаете, он бежит туда, он, знаете, как будто не замечает ничего и сам прибегает к опасности. Так вот, человек, идущий путем греха, буквально не понимает, какая опасность его поджидает. Человек, идущий путем греха, не осознает, куда он идет своими ногами. Именно поэтому апостол Петр, он говорит, он предупреждает, он четко объясняет эту истину, он говорит, трезвитесь и бодрствуйте, наш противник дьявол, он ходит как рыкающий лев, он ищет этого момента, он ждет этого момента, он желает тебя вовлечь в этот процесс. Чтобы ты, неважно, на уровне действия слов, мыслей, ты начал оправдывать себя, ты начал не соглашаться с тем, что в тебе есть неправда, ты начал бы, знаете, искать какие-то отговорки. И самое, что удивительное, грех, он отдаляет человека, прежде всего от церкви, отдаляет человека от Бога. Знаете, человек становится независимым, становится жестоким, циничным. Вспомните Давида, как он поступил с лучшим воином. Жизнь человека идет совсем по другому пути. Однажды я исповедовал молодого человека, это был человек, который был искренний перед Богом. За эти много лет он следовал за Богом, было видно в его глазах живая такая вера, он так старался, он так шел за Богом, так все было по-настоящему в его жизни. Но потом один грех маленький, поменьше, побольше, дальше, глубже. И знаете, как на ремень, ремень колесничный намотался на это колесо жизни, и потом он сидит, и я смотрю в его глазах пустота, и он произносит фразу, Женя, а может нет Бога? Я сразу же вспомнил место священного писания, где автор говорит, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. И дьявол, знаете, он издевается сегодня над людьми, которые находятся в плену греха, отрывая буквально их от единства церкви, отрывая их от общности Христа, удаляя их от Бога, чтобы человек, створение Божье, однажды в своем сердце, в безумном таком сердце согласился с этой мыслью, что нет Бога. Удивительное событие произошло в Ветхом Завете. Помните, когда эта история очень кратко описана в Ветхом Завете, но очень яркая, я считаю, очень поучительная. Вспомните, когда Моисей вознес змея в пустыне, когда люди были жалемы змеями, когда те, кто посмотрят на змея и получали исцеление, кто не посмотрит, они умирали, и просто десятки тысяч людей погибли в тот день, в те дни. лингвисты, филологи, ученые и занимающиеся древними языками говорят удивительный факт, что древнее слово змей и древнее слово крест были практически фонетически, они были очень схожи. Это как в английском языке. В написании одна маленькая буква отличает это слово, а произношение по факту одинаковое этих слов, крест и змей. И я сравниваю и говорю, уже тогда в Ветхом Завете на всю пустыню кричали люди и говорили, смотрите на крест, кого жалят, смотрите на крест, возничая его еще как можно выше, чтобы множество людей могло видеть. И я представляю такую картину, когда отец, склонившись над своим ребенком, который от боли закрывает глаза и теряет сознание, кричит в уходящего своего сына и говорит, смотри на крест. И уже тогда в Ветхом Завете люди произносили и говорили такие слова на всю пустыню. Он кричал и кричал, смотри на крест. Мне сегодня хочется, дорогие братья и сестры, сказать, мы все находимся на пути. И факт, что мы все несовершенные и мы все совершаем ошибки. Давайте давать трезвую оценку своим действиям. Давайте будем бодрствовать. А самое главное, если кого-то где-то ужалил этот грех, не оправдывайся, не ищи оправдания своим делам, своим мотивам, своим словам. Смотри на крест. И мне хочется, вот пусть может быть пелену сознания уже затуманенного, сказать, смотри на крест. Смотри на крест, потому что только на кресте спасение. Потому что грех приведет жизнь человека к погибели. Грех приведет к поражению. И это закончится очень быстро. Именно поэтому, если что-то происходит, что-то происходит неправильное в твоей моей жизни, смотри на крест. Смотри на крест. Смотри на крест. Потому что во Христе Иисусе наше спасение. И знаете, что самое удивительное? Христос пришел и родился на землю. Не просто для того, чтобы мы сегодня имели праздничное настроение, дарили друг другу подарки, поздравляли. А чтобы у нас была возможность, тогда, когда грех будет на пороге, снова взглянуть на крест, снова осудить свои слова, свои поступки, свои мысли, снова ободриться, снова получить ощущение через кровь Иисуса Христа. И именно с рождением Иисуса Христа у людей появилась возможность иметь это прощение грехов. Аллилуйя, друзья! Слава Господу! Именно поэтому мне хочется поздравить нас всех с этим чудесным праздником Христова Рождества. И знаете, я прочитаю это место Священного Писания, где апостол Петр говорит, я дочитаю эту мысль до конца, он говорит следующее. «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой, зная, обратите внимание, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Если в тебе это борьба, если в тебе идут эти процессы, и ты их замечаешь, это очень правильно. Это очень правильно, потому что это со всеми братьями происходит, это со всеми людьми происходит. Не стоит осуждать себя и думать, что ты какой-то особенный, и вот ты какой-то неправильный христианин, вот ты как-то неправильно все делаешь. Найди в себе смелость и признаться, самому себе прежде всего, и раскаяться перед Богом. Я еще хочу место Священного Писания прочитать, где апостол Иоанн говорит об этом процессе. Смотрите, это 1 Иоанна, 1 глава, я прочитаю с 5 стиха несколько стихов. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. И если же ходим во свете, подобно, как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. И если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Мне хочется сказать, друзья, если ты видишь, что в твоей жизни есть грех, если ты видишь, что в твоей жизни есть вот эти процессы, которые уже запущены, может быть, со временем ты научился с этим как-то жить, научился с этим как-то уживаться с этим, но это не путь. Апостол Иоанн говорит, если исповедуем грехи наши, то Он очистит нас от всякой неправды. И тут не стоит думать, как подумают о тебе люди, что скажет служитель, когда увидит тебя, который много лет уже в церкви, признающимся, может быть, в каком-то несовершенстве. Не так это важно. Главное, ты дай эту оценку, трезвую оценку своим действиям. Пойди исповедуйся, потому что Слово Божье говорит, что именно этим процессом ты получишь прощение грехов. Слава Иисусу Христу. Поэтому я еще раз, дорогие братья и сестры, поздравляю нас всех с этим чудесным праздником Христового Рождества. Я желаю, чтобы в нашей жизни, в нашей христианской жизни все мы трезвились и бодрствовали. Чтобы наш жизненный путь здесь на земле не закончился печально. Но чтобы все мы, идя вот этим дружным, такой дружной семьей, однажды встретились на небесах и уже славили его там. Поэтому мне хочется сказать слава Богу, друзья. Слава Иисусу Христу за это чудесное спасение. Аллилуйя. Аминь.